МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в ближайшие 20 минут. Сегодня в нашем выпуске. На кого любит охотиться защитник трактора Александр Шинин? И любимое место отдыха главного наставника черно-белых. Сын в команде отца. Как Никите Тертышному даются тренировки в команде Челмет? Первая домашняя серия подошла к концу. Удалось ли Герману Титову привить команде североамериканский стиль? Семь наград с престижного турнира. Челябинские тэквонтисты вернулись с международных соревнований Russian Open. Трактор на этой неделе завершил домашнюю серию игр. Соперниками челябинской команды были уральские клубы. Магнитогорский металлург и автомобилист из Екатеринбурга. А началось все с южноуральского дерби. Посмотрим вместе. Два капитана Сергей Мазякин и Александр Шинин жмут друг другу руки перед матчем. И кость начинается битва на льду. Южноуральское дерби одно из самых бескомпромиссных в КХЛ. В этом матче Артем Пеньковский красиво обыгрывает олимпийского чемпиона Василия Кошечкина. И сравнивает счет 1-1. Игра переходит в овертайм, где удачнее все-таки становятся игроки из Магнитогорска. Победная шайба на счету Мэтта Эллисона. Южноуральское дерби. Команда билась до конца. Все хорошо играли. Спасибо пацанам за игру. Немного не повезло в овертайме. Побежали забивать и получили гол в контратаке. Следующим соперником черно-белых становится автомобилист. Клуб в этом межсезонье считается главным ньюсмейкером. Команду вновь возглавил Андрей Мартимьянов, пришедший из Амура. Контракты с командой заключили опытные легионеры Найджел Доус, Дэн Секстен и Стефан Дакоста. Также остаются и лидеры команды. Анатолий Голышев, Якуб Коварш и Франсис Паре. Эти игроки в результате и делают игру. Авто обыгрывает трактор 4-1. Единственная шайба челябинцев на счету – полощи Хуры, который, к слову, не смог доиграть матч. В одном из эпизодов нападающий получает болезненный удар. Но на следующий день становится известно – травма несерьезная. Трактор после четырех игр сейчас располагается на девятом месте. У черно-белых три очка. Одна победа и одно поражение в овертайме. Эксперты отмечают, пока сложно делать выводы по игре команды. Необходимо как минимум провести 10 матчей, чтобы понять, есть ли у клуба атакующий стиль, который старается привить игрокам Герман Титов. Атакующий хоккей – это форчекинг. То есть два крайних нападающих идут активно сразу. Естественно, и защитники тоже не убегают. Тоже играют ближе на синей линии и центральной. Но чтобы такой пропагандировать хоккей, нужна очень физическая хорошая подготовка. Также специалисты подчеркивают, пока плохо себя проявляют лидеры челябинской команды. Сейчас необходимо брать игру в свои руки легионерам – Щихуре, Гюнге и Бергстриму. Ярче играть Виталию Кравцову. Ведь он девятый номер драфта НХЛ. И если форвард собирается играть в основе «Рейнджерс», то ему нужно прибавлять. Когда финал через год уезжает, то ему нужно, чтобы уехать как нечувственник, как Кузнецов, а не просто как человек, который провалил сезон. Потому что в НХЛ все видит. И зависит от того, что где он будет играть. Потом он в НХЛ попадет, там будет барахт. Или его будут уже сразу брать в косновик. Сейчас у трактора выездная серия игр. Сегодня черно-белые встречались с Металлургом. Следующим соперником станут Йокерит, Спартак и хоккейный клуб Сочи. Яна, я думаю, ты согласна со мной, что хоккей в Челябинске – это спорт номер один. Ну действительно, Саш, с этим не поспоришь. Поэтому в нашем городе существуют целые хоккейные династии, в которых этим видом спорта занимаются несколько поколений подряд. Например, Никита Жульдиков, игрок Челмета, является сыном бывшего галкипера черно-белых Александра Жульдикова. А главный наставник Челмета Алексей Тертышный тренирует в составе команды собственного сына Никиту. В прошлом году Алексей Викторович возглавил фарм-клуб трактора, а его сын Никита закрепился в основном в составе команды ВХЛ. И теперь они работают вместе. О династиях Тертышных и Жульдиковых расскажем далее. Алексей Тертышный делает записи в ежедневник. Главный тренер Челмета готовится к тренировке. Сначала рисует все упражнения в блокноте, после чего выходит на лёд. И показывает, что приготовил на занятия своим подопечным. Четыре защиты по одной стороне и четыре нападающие будут. В подчинении у Тертышного более 30 человек. Это ближайший резерв Челябинского трактора. Команда ВХЛ Челмет, которую тренирует Алексей Викторович, является фарм-клубом черно-белых. Здесь в основном свои воспитанники, которые уже переросли в молодёжную лигу, но пока не прошли в КХЛ. Тренеру приходится много работать с игроками и даже показывать упражнения самому. По словам врача команды Олега Тоскаева, главная отличительная черта характера тренера – это его порядочность и запредельная любовь к хоккею. В жизни, конечно, спокойный, но на работе он может завестись. Очень заводной. И когда игроком был, это ему помогало и здесь, чтобы команду простимулировать. Он может завестись, завести команду, но потом очень быстро успокаивается. И очень справедливый. То есть его гнев не просто так. Алексей Тертышный является воспитанником челябинского хоккея. За трактор провёл 6 сезонов, сыграл 234 игры, набрал 86 очков. Ещё один бросок. Вторая шайба в воротах. По-моему, Алексей Тертышный. 14-й номер. После трактора Тертышный поиграл во многих командах. Акбар, Сибирь, ХК МВД. Лучшего результата добился в 2007 году с Магнитогорским металлургом, когда стал чемпионом России. Всё, дорогие друзья, Магнитогорский металлург становится чемпионом России. В 2014 году в 37-летнем возрасте Алексей Тертышный становится тренером. Сначала в Челябинске, затем в Мамонтах Югры и Кунь-Луни Редстаре. В прошлом году Тертышный вновь вернулся домой. В хоккей играли их братья Алексея. Дмитрий Тертышный был защитником. Играл в США. Трагически погиб на озере Оканаган. А Сергей Тертышный тоже защитник. Выступал на чемпионате мира и Олимпийских играх. В хоккей пришло и младшее поколение семьи. У Алексея Тертышного двое сыновей. Младший Илья выбрал футбол. А старший Никита сейчас тренируется у отца в челмете. Тоже нападающий. До этого прошел школы омского авангарда, магнитогорского металлурга, московского ЦСКА и челябинского трактора. За два сезона в МХЛ отыграл за челябинских белых медведей. 84 матча. Набрал 61 очко. В прошлом году с молодежной командой взял бронзу Кубка Харламова. А его гол Екатеринбургскому авто стал украшением плей-офф. Становился за воротами. Ой-ой-ой-ой-ой! Какой гол! Вот это да! Никита Тертышный исполнил номер 2-0! С прошлого сезона 20-летний Никита играет в челмете. В ВХЛ провел 38 матчей и заработал 13 очков. Форвард признается, на площадке отец прежде всего тренер. И он требует с него результат, так же, как и с остальных. Но в ней, да, у него требования совсем другие. Он требует от меня, чтобы, как сказать, поучился. Но это очень тяжело было, потому что у нас всегда поездки, игры, и из-за этого не получается. А так просто хочу, чтобы я вырос хорошим человеком, даже не в плане спорта, а в плане обычной жизни. По словам Алексея Викторовича, Никита увлекся хоккеем в 10 месяцев. Даже спал с клюшкой. Отец никогда не заставлял сына ходить на тренировки. Сейчас Никита уже играет во взрослый хоккей. И Алексей уверен, при правильном подходе к делу, у него получится стать первоклассным хоккеистом. Тут уже как он сам будет трудиться, как он сам будет работать. Но задатки есть, поэтому все в его руках. И, соответственно, как он будет в дальнейшем продвигаться по ступенькам, по этим. Потому что все равно уже перешел на взрослый уровень. Поэтому тут он уже должен и сам понимать, где ему надо дорабатывать. Тренируется в Челмете вместе с Никитой Тертышным. Еще один представитель хоккейной династии Никита Жульдиков. Он в прошлом году сыграл в ВХЛ 40 матчей и набрал 16 очков. Защитник является серебряным призером молодежного чемпионата мира 2016 года в составе сборной России. Рассказывает, в детстве хотел стать голкипером, как отец. Но мама отговорила. Когда отец играл, у меня постоянно форма дома, постоянно папа на выездах. Я это всегда видел. И вот это, наверное, перенялось ко мне уже. У меня был такой период, что когда ты в детстве, ты смотришь на вратарей, у них там разрисованные шлема, все круто, красиво. Но, мне кажется, вратарем был у меня не так хорошо получился, как защитникам. Владислав Сукачев – близкий друг Никиты. Его ампуа – вратарь. Отмечает, Никите передалась от отца надежная игра в обороне. Возможно, передались такие качества, как бороться до конца, да, что-то типа ответственности, наверное, потому что вратаре, видите, работа такая, обычно не позволяет тебе ошибаться. И, возможно, что-то из этого передалось, да, потому что Жюля обычно старается играть максимально надежно. Отец Никиты Александр Жюльдиков – бывший вратарь трактора. За черно-белых сыграл 146 игр. Выступал за челябинцев на протяжении четырех сезонов. Сейчас трудится в хоккейной школе «Трактор». Передает свой опыт подрастающему поколению. По словам Александра Алексеевича, первые шаги в хоккей своего сына он почти не видел. Постоянно находился в разъездах. В основном на первой тренировке водила жена. Но когда закончил карьеру хоккеиста, плотно взялся за подготовку сына. У меня три года, ходил на каждую вратарскую. Бросал, 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 бросал. Ну, из-за этого все равно, когда больше работаешь, то получается. Таких династий, как Тертышный и Жульдиковый, в Челябинске немало. Почти каждый хоккеист имеет среди родственников профессиональных игроков или просто поклонников этой игры. Ведь, как известно, наш город живет хоккеем. В день города нам удалось встретиться с главным тренером трактора Германом Титовым и защитником черно-белых Александром Шининым. Думаю, все видели наш телемарафон в этот праздник. Но все-таки для тех, кто пропустил. Какую рыбу удалось поймать известному защитнику и где любит отдыхать на оставник вместе со своей супругой? Сейчас расскажем. Ну, вообще, вот за год, Александр, вот покатались на лошади. Что еще, может, какие-то новые открытия сделали? Может, на серфе покатались? Еще на чем-то? У нас, у самих, травматичный вид спорта. Так что, ну, то есть, единственное, на горных лыжах катаюсь, когда есть время, пауза, беру сына и едем на солнечную долину и с удовольствием проводим время. А вне спорта, может быть, завалили там какого-нибудь большого кабана на охоте? Или еще мы поймали самую большую рыбу, возможно? Саша, ну, в фантазии все точно хорошо. Нет, ты правильно говоришь, да. Да, ну, кабана я не валил, косулю подбивал, рыбу большую вытаскивал. Показывать не буду. То есть, вдруг не хватит. Вот так, значит, защитники на льду, охотники в лесу. Вот так получается. Это так и должно быть, Герман Михайлович. А вы? Я подписал контракт с таким клубом, трактором. Хочу привнести что-то новое, североамериканское, взятый с советским хоккеем, который был самый, я думаю, считаешь, самый лучший хоккей в тех времен, да? Да, то они взяли все североамериканские, взяли все у нас. Сейчас теперь мы обратно учимся у них. Герман Михайлович, смотрите, когда вы уже точно узнали, поняли, что предстоит вам работать в Челябинске, были ли у вас какие-то стереотипы, связанные с городом? И подтвердились ли они, или, может быть, наоборот, развенчали? Ну, если честно, жена сразу начала пробивать город Челябинск, да? Да, она ни разу так здесь не была, я-то в советские времена приезжал сюда играть, как хоккеист, да? И приятно удивилось, что Челябинск не такой уж плохой город, а когда я приехал сюда, он очень зеленый голод очень понравился, зеленый голод. Вот, и вот времени пока очень мало, я только побывал с моей женой в парке Гагарина, да, и очень понравилась такая вся атмосфера, хорошая, очень чистый парк, чем удивил, чистый парк, покормили козочек, постояли из мира, так что отдохнули душой и телом, как говорится. А у вас, Александр, какие, вы тоже точно знаете, какие места есть любимые? Я обычно с детьми хожу, я живу с парком Гагарина, рядышком, я обычно хожу туда, в парк в Пушкино ходим, колесо обозрения. То есть находите место и, главное, желание есть гулять по городу, не то, что за город сразу. Ну, конечно, конечно. В выходные? Да. Ну, есть время, просто, мне кажется, тренировки, с тренировки, вот я просто знаю, у вас спортсмена, да, вот, когда у вас, вот сейчас паузы, да, вот, есть, можете, наверное, позволить себе? Спортсмен, профессионал, он для всего должен находить время. И для семьи. И для семьи, и для работы, и для отдыха. Геннадий Михайлович, вы уже провели вместе с командой кубок губернатора по хоккею, и на финальном, после, на интервью, после финального матча, ну, вы сказали, что было очень приятно, безумно приятно, что каждая игра проходила при аншлаге, да, были полные трибуны. Вот, вы действительно почувствовали уже, что, кроме советов болельщиков, что город у нас хоккей? Ну, это я и до этого знал, когда я за суда в Челябинск, что хоккейный город, здесь все понимают, самое главное, хоккей не просто обыватели какие-то, болельщики, а вот именно понимающие хоккей. Поэтому очень приятно, я же ребятам говорю, при таких зрителях очень приятно играть, и надо, просто спустя рукава нету как-то желания играть, наоборот, ребята все выходят. Вот я заметил, вот, на домашних матчах у ребят энергия, двойная энергия играть, когда такие трибуны гонят тебя все время вперед. Спасибо вам большое. Далее у нас будет небольшая реклама, после чего мы обязательно продолжим. Челябинские тхеквандисты собрали богатый урожай наград на международном турнире Тхеквандор Раша Оупен. Золото, два серебра и четыре бронзы. Взрослые спортсмены получили очки за счет текущего олимпийского рейтинга Токио 2020, а юниоры необходимый опыт на пути к играм 2024 года в Париже. С призерами престижных состязаний познакомился Валерий Китченко и ему слово. Седьмой по счету международный турнир Раша Оупен под хеквандо в олимпийских категориях проходил в Москве и принес южноуральским спортсменам столько же наград. Единственное золото в весе до 68 килограммов досталось Вячеславу Минину, а бронзу добыл его брат-близнец Константин Минин. У мужчин это, наверное, самая конкурентная весовая категория, там у них конкуренция за каждое соревнование, за каждый бой, можно сказать. После турнира звездные ученики старшего тренера национальной команды Дмитрия Тарасова отправились на сбор в подмосковное Парамонова для подготовки к гран-при в Тайване. А пятеро молодых призеров состязаний вернулись домой. Артем Нухов и юниор Илья Артамонов добыли в столице по серебру. Артем, выиграв четыре поединка, уступил в финале сопернику из Алании. А Илья после трех победных боев не справился с будущим участником юношеских олимпийских игр из Ростова-на-Дону. Хотел выиграть, чтобы дать хотя бы бой хороший, но старался, выложил все свои силы, сильно устал. Для Георгия Суркова старт в Russia Open был проверкой сил к ноябрьскому молодежному перенству Европы в Варшаве. В его коллекции наград уже есть золото и бронза перенств континента, и спортсмен намерен ее пополнить. Во первом бою с Белорусом дрался, выиграл бы срочно. Во втором бою с Узбеком, тоже с нормальным преимуществом выиграл. Во третьем бою я снялся. Тимур Гатеатуллин и Анна Пеконкина уже становились победителями российского международного турнира среди кадетов. Дебют в юниорской категории принес им бронзу. Тимур на последних секундах полуфинальной встречи пропустил удар ростовчанина, а Анна не смогла переиграть украинку. Но не расстроилась. Победительница перенства мира и Европы среди девушек познала вкус побед и не собирается останавливаться на достигнутом. Мы будем много тренироваться, стараться выступать на соревнованиях, чтобы показать достойный результат на России, дальше Европа, мир, потом Олимпийские игры. Анна Пеконкина, конечно, говорит об Олимпиаде 2024 года в Париже. А ее старшие товарищи напряженно готовятся к играм в Токио. И пока ориентиром для южноуральских мастеров тхэквондо остается Олимпийская бронза Анастасии Барышниковой, завоеванная в 2012 году в Лондоне. На сегодня это все позитивных и спортивных вам выходных. Любите спорт, делайте зарядки по утрам. Пока. Пока. Слушай, ну чумовая, конечно, голос забил Артем Пеньковский. Смотри, как сыграл 100. Ну и Артема в этот день, кстати, у мамы было день рождения. А, кстати, в одном интервью, помнишь, он сказал, что забивает редко, но зато красиво. Реально, да? Сделал подарок своей маме и на рождественной дочке. Да, очень красиво был, молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин